Привет! Сегодня с тобой говорим про причины остеопороза и естественные способы сохранить плотность костей. Слово остеопороз в буквальном смысле действительно неприятное. И часто это пористые кости, нарушения развиваются долго, тихо, незаметно, никаких симптомов, бывает даже намека в анализах. Безопасного лечения остеопороза, к сожалению, не существует. Но вот что хочется сказать. Естественный подход, как обычно, это понимать, что, откуда, куда и для чего. Если изучать поврежденную кость, то можно увидеть аномальные структурные ткани, но это не важно. Признаки, симптомы остеопороза разные. Ограничение подвижности, боли в костях, уменьшение роста, депрессия, подавленное состояние. Почему это происходит и как избежать? Во-первых, отсутствие ежедневной активности. Друзья, не устану повторять, что ключ ко всему, это не анализы, как вам рассказывают с экранов телевидения, ютуба. О том, что сдай на Д, сдай на ферритин, сдай на то, дай, дай, сдай. Пока ты сдашь, ты уже сам сдашься. Положил себе в тарелку, то, что я примерно показываю, и пошел двигаться. Отсутствие высокой ежедневной активности, это проблема для костей. Низкий процент мышечной массы. Вот эти все творожки с гречкой, какая-то дичь вообще, которую мне присылают клиенты, показывая, как они теперь на детоксе живут. Что это такое? Очень часто низкий процент мышечной массы и активность клеточной массы снижена у людей, которые сидят на каких-то вот этих детокс-протоколах. Возраст. К возрасту надо готовиться с молодого. Это все, что я вам хочу сказать. Гормональные дисбалансы. Они есть сейчас у всех, потому что гормональные нарушители, они повсюду. Просто в пластик, там, куча-куча всего. А утоиммунные заболевания. Многие из них приводят к повышенному расходу питательных веществ, лекарства, низкие уровни, как я сказала, витамина D и других питательных веществ. Особенно кальция, магния, фосфора и витамина K. Плюс хронический стресс, плюс депрессия, плюс рационы с существенным ограничением калорий, плюс диабет, плюс тиреотоксикоз, травмы и так далее. Отсутствие цикла, гипопаратериоз. Все это влияет. И диагноз может, конечно, ставить только врач после детального изучения. Но, что я вам рекомендую, если вы меня слушаете, чистое разнообразное питание. Стоит обязательно следить за белком и источником кальция, магния и фосфора, марганца и витамина K. То есть, это прям серьезная вещь. Чтобы получить все необходимое в течение недели, я советую обязательно включать в рацион мясо, холодноводную рыбу, яйца, птицу, орехи, замоченные, у кого хорошо с молочным, творог и качественный сыр. Плюс активность. Лучшие виды щадящих тренировок это пилатес, растяжка, разминки, плавание, приседания, отжимания, эллипс, то, что вы можете позволить. Плюс солнечный свет. Без витамина D все усилия напрасны. Я предлагаю повышать его уровень в организме при помощи добавок, но и гулять под солнышком. Важные питательные вещества это не только К2, Д, кальций, магний, но и стронций и фосфор. Людям, которые получают лекарственную терапию, здесь нужно работать с безопасностью. Для защиты костей я считаю, что вам подойдет. Во-первых, домашние кисломолочные продукты, твердые сыры, брокколи, любая зелень. Источники марганца это овес, фасоль, чечевица, бурый рис, морские водоросли, помидоры, грейпфруты. Кому можно очень индивидуально по реакции. Полезный зеленый сок из овощей тоже индивидуально по отклику. Вот редька это полезно, авокадо тоже хорошо. Что стоит исключить? Газировки, избыток фосфора тоже отрицательно влияет на костную массу, поэтому очень осторожно. Избыток кофеина, курения, алкоголь, все это влияет. Плюс могу сказать, что все вещи сразу вы не восполните. Но читая постепенно мои видео, слушая мои видео, вы можете уже себе помогать. Остеопороз бывает на ранних стадиях и его можно компенсировать при помощи питания и движения. Если есть вопросы, то конечно пишите, я с радостью отвечу и дам вам обратную связь. Пока-пока!